Итак, библиотека в системе легального распространения цифрового контента. Я сидел здесь, терпеливо слушал, когда же скажут нам, как библиотека может выжить в цифровом пространстве. У нас сейчас однозначная тенденция в мире, посмотрите вокруг. У нас происходит дематериализация всего, что было раньше в вечном. Книги, периодика, кино, карты, ноты, все, 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 ну деньги там, билеты всякие. Все это трансформируется в цифровую эпоху, в цифровой вид. Очень хорошо, часто очень хорошо, но не всегда не для всех. Для кого плохо? Плохо для производителей интеллектуального контента. Потому что интеллектуальный контент, превратясь в цифровую форму и распространяясь по законам цифрового мира, очень легко пиратируется, собственно говоря. Его практически невозможно контролировать. Кто здесь страдает? Страдают производители интеллектуального контента. Прежде всего, издатели, кинопроизводство, музыкальная индустрия. Ну и мы, как, так сказать, тоже задействованные посредники, которые раньше были нужны в этой среде. Значит, ну понятно тут, я на экономике сильно останавливать не буду. Значит, понятно, что, чтобы, ну писатель, он может писать по потребности души, да, а деньги там зарабатывать в каких-то офисных проектах, да. Но вот кинопроизводство так работать не может. Им надо продать предыдущий фильм, чтобы снять новый, да. А если код в сапогах, ну там, код в сапогах, он тоже цифровой, не хороший пример. А если что-то, на что затратили огромные деньги, не окупалось, где следующий, чтобы снять такой же? А его достаточно на торрент выложить, и все. И попробуй продай, так сказать, попробуй кинотеатр привлеки. С этим борются, конечно. Борются как? Правовыми методами. Ограничивают. Как пиратов ловят, да, пытаются закрывать пиратский сайт. Я был на конференции, где описывалось, с каким трудом это делается. Но они тут же меняют домен, и все, и с тем же, так сказать, ну через какое-то, через пару месяцев затратят на то, чтобы привлечь, та аудитория переплыла на новый адрес, и все, так сказать. Начинают преследовать пользователи, как во Франции, закон о допе, да. Там три предупреждения. Если скачиваешь цифровой контент, так сказать, потом штрафы серьезные. Экономическими методами. Все знают про Михалковский налог, да. В курсе, да. Закон, ну или, так сказать, налог на болванки, то, что у нас. Со всех производителей принтеров, копиров, все то, что может, да, используются, со всех берут налог. Налог, естественно, эти производители на нас перекладывают, да. Сложности кругом, да. Сложно контролировать, сложно бороться. А если еще и вспомнить, так сказать, о том, что деньги, в конце концов, берутся с клиентов, да, ну совсем плохо, да. Это никому не нравится, в том числе избирателям, а все мы с вами являемся изборецами. Поэтому нужно что-то другое. Так дальше продолжаться не может в цифровой экономике. Не может. Ниоткуда взять деньги, понимаете. Тут понятно, да. Нет товаров, нет оборота, в конце концов, нет бюджета, нет налогов у государства, бьет по тем же самым людям, которые стороны-то все качают и смотрят бесплатно, и радуются. Вот такая система получается. Она на самом деле сейчас влияет, но не подрывает полностью. Но через год-два это полный подрыв экономики вообще цифровой. Что делать? Формирование системы закрытого, да, продажа цифрового контента, безусловно. Но это тоже не очень хорошо. Потому что это закрывает контент, самый новый, самый актуальный, самый ценный, самый интересный для основной потребительской аудитории. для тех, кто не может заплатить. Это еще большее социальное напряжение в обществе вызывает. Что можно сделать, что раньше делалось, да? Кто делал раньше общественный доступ, кто обеспечил раньше доступ к общественным доступам? Библиотеки. Сейчас библиотеки на информационном поле практически не играют. Понятно почему. Понятно, что эта система тендеров убила новинки в библиотеках, людям просто незачем туда ходить. Они гораздо быстрее, гораздо проще. Все эти новинки, все то, что им нужно, скачают из пока пиратских интернет-библиотек. Нынешняя роль у нас ограничена законом. Нынешняя роль у нас, так сказать, никого уже не удовлетворяет. Прийти в библиотеку, пользоваться интернетом, ну, я боюсь, это уже не тот уровень, да? Вчера это можно было сделать. Может, и сегодня еще получается. Завтра у нас в апреле ЛТИ в Москве будет. С апреля месяца. Йота обещает ЛТИ сделать. У нее диаметр 40 километров от антенны. О каком доступе, к какому интернету, так сказать? Значит, ситуация может быть преодолена за счет кардинального пересмотра роли библиотеки, собственно говоря. Вот о чем я хочу сказать. Значит, во что можно, и я считаю, нужно превратить в библиотеку? Библиотеки нужно превратить в каналы легального распространения всего интеллектуального контента. Вообще всего интеллектуального контента. Речь не только идет о книгах, статьях или периодике. Речь идет вообще обо всем интеллектуальном контенте. Это журналы, это газеты, это музыка, кино, телешоу, анимация. Это весь контент. Что можно сделать? Во-первых, нужно пересмотреть существующие законы. У нас статья 12.74 запрещает библиотекам. Надо обязательно добиться пересмотра закона. Одновременно изменить другую статью о так называемом добросовестном пользовании в личных целях. Это вообще практически неразработная отрасль закона у нас в стране. Значит, добросовестное использование библиотека выдает, читатели обязуются использовать это только в личных целях. Сейчас, если вот я думал об этом летом, еще не так были популярны распространенные облака. Сейчас проблема с безопасностью, в принципе, с помощью облаков решается элементарно просто. Даже не нужно ничего метить, как я предполагал, еще осенью этого года. Чтобы на каждом листе там стояла метка, кто когда взял и в какое время. Значит, создать центры, пара центров на страну вполне хватит. Центров комплектования электронного, которые будут у правообладателей все собирать и обеспечивать библиотеки доступом. Не надо в каждой библиотеке держать дата-центр. Боже упаси. И людей тоже не надо. Облачные технологии дают совершенно другие возможности. Надо просто ими грамотно воспользоваться. Функции центров сказаны. Техническая реализация ПО, которая обеспечит быстрое комплектование, выдачу и контроль выдачи. Естественно, что мы не можем нарешать интересы правообладателей. С нами тогда вообще никто работать не будет. Там будет контролироваться количество лицензий приобретенных. Ну, например, на фильм. На вечер кто-то взял или на два дня. Этим фильмом никто воспользоваться в это время не сможет. Прошло два дня, секунда в секунду. Все, контент открывается. Ну, там много технических моментов. Я сейчас на них не буду останавливаться. В принципе, они описаны в литературе в той же воронке идеи, которую вам рассказали в шестом номере за прошлый год. Заключение. Мы сейчас только в начале цифровой эры, только в начале будет изменение гигантские абсолютно во всех сферах. Гигантские. Избавление от всех посредников. От всех посредников. На всех уровнях, во всех сферах, во всех областях. Чтобы не оказаться на обочине истории, не оказаться, вернее, на ее свалке, конечно же, библиотеке надо сейчас очень серьезно озаботиться своим будущим. Мы не можем упустить эту возможность. Останемся без контента, не получим возможность выдавать цифровой контент. Мы, как информационное учреждение, себя окончательно исчерпаем. Сейчас мы подутратили позиции, мы их окончательно исчерпаем. Надеюсь, что у библиотечного сообщества хватит воли, характера, настойчивости в реализации тех решений, которые я сейчас предложил вашему вниманию. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...